Здравствуйте! Сделаем дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Первое упражнение руки вперед, вдох к себе, выдох от себя. Вдох носом, выдох ртом. Три, четыре. Следующее упражнение. Вдох руки вниз, выдох вверх. Три, четыре. Теперь в сторону поворот, вдох, выдох по пути обратно и в другую сторону. Три, четыре. Следующее упражнение. Колено поднимаем, вдох, ставим, вдох, поднимаем другое колено, вдох, ставим, вдох. Вдох, три, четыре. Хорошо. Упражнение следующее. Как будто ловим шарик. Вдох, вдох, руку, другую. Три, четыре. Следующее. Вдох вниз, наклон, выдох, вдох, вдох, вверх, подъем, выдох, три, четыре. Следующее. Вдох, 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 выдох, вниз. Три, четыре. Хорошо. И следующее. Это колено вперед, вдох, 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 вменяем. Три, четыре. Дальше. Голова в сторону, вдох, в одну сторону, в другую. Три, четыре. Хорошо. Теперь руками вращаем вперед на вдох. Три, четыре. Дальше. Голова, наклон к одному плечу, вдох, в другую. Вдох, в другую. Три, четыре. Теперь назад. На вдох, три, четыре. Хорошо. Теперь голова вверх, вдох, вниз. Три, четыре. Теперь руки назад. Вдох, отталкиваем. Три, четыре. И теперь руки перекращиваем впереди. Вот это вот почти весь комплекс, за исключением пары упражнений. Что я могу сказать вам. Дыхательная гимнастика, конечно, это не способ именно научиться петь, потому что нужно попадать в ноты, изучать разные стили, направления, ставить звук, ставить вокальную позицию. Но дыхательная гимнастика поможет, во-первых, научиться более активно дышать, что тоже важно, особенно тем, кто в жизни так не привык, потому что, может, есть те, у кого природная склонность дышать объемно, она есть. И тогда им легче и без дыхательной гимнастики начать петь. Но большинство людей почти не вдыхают воздуха, то есть дышать очень мало, и поэтому для них это может быть хорошая поддержка, чтобы обрести более сильный голос и сильную опору. Поэтому для разминки обязательно лучше ее использовать, сделать перед распевкой или перед выступлением. И также есть другие эффекты от гимнастики, такие как лучше состояние, бодрее становитесь, расслабляетесь, потому что много разных упражнений с движениями, и, в принципе, снимает напряжение, если вы волновались, или просто если тело было зажатое и не размятое. И в процессе пения часто нужно сделать быстрый вдох, и не всегда это получается сделать, но благодаря дыхательной гимнастике вы сможете это делать, потому что не везде удается вдохнуть полностью, потому что много текста, быстрый темп, песни, например. И, конечно, эта гимнастика может быть недостаточно, потому что нужно еще уметь делать и длинный вдох-выдох, а для этого на других видео есть и другие упражнения, где мы тренируемся дышать, вдыхать много и медленно, и также медленно выдыхать. Так что воспринимайте это как один из фрагментов блока тренировок, который можно использовать и в процессе обычного урока, или самостоятельного занятия дома, или перед выступлением, чтобы размяться, настроиться. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я запишу видео, объясню, как что делать. Сейчас я не стала включать метроном, чтобы каждый мог делать в произвольном темпе, потому что не все упражнения могут выполнить, начинающие особенно на одной и той же скорости. Может быть, не каждый успеет делать за мной, поэтому вы можете поставить на паузу и сделать упражнение сами, медленно, или в среднем темпе, по количеству 32 раза на упражнение. То есть, например, раз, два, три, то есть, 32 вдоха и выдоха, или 4 раза по 8. Если голова сильно кружится, делайте меньше, по 8, по 16 раз, или делайте какие-то паузы, чтобы восстановить дыхание, чтобы голова перестала кружиться. Хорошей тренировки!